МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У самарцев, поэтому всегда будем с удовольствием принимать ваши темы. Если есть что-то рассказать интересного, будем, мне кажется, и здесь рады видеть вас в нашей студии. Так вот, сегодня мы говорим о творческом пленэре, который совсем недавно прошел уже на просторах удивительного места, о котором расскажут нам наши гости. И, собственно, с чего все начиналось и как все заканчивается, а, мне кажется, не заканчивается, потому что работа и деятельность продолжается. Ну, в общем, не буду отбирать хлеб у наших гостей, давайте с вами их познакомлю. Итак, с нами здесь директор Некоммерческого фонда Детский и Пархиальный образовательный центр Протеерей Вадим Подолько. Здравствуйте. Благочинный Приволжского округа, настоятель храма в честь иконы Казанской Божьей Матери, поселок Мехзавод. С удовольствием также представляю заместителя директора Анжелику Викторовну Наумову. Здравствуйте. И с нами здесь художники. Очень рады видеть художницу, живописца, графика Макеева Елена Николаевна. Работает в жанре пейзажа, натюрморта и не только. Здравствуйте. И с нами здесь также художник, живописец. Работает в жанре пейзажа, натюрморта, портрета, в жанре монументального искусства. Дугаржапов, Бато Дугарович. Здравствуйте. Мне, конечно, как и любому нашему зрителю, интересно вообще, из чего вдруг дети собрались на пленэр. А я уже раскрыла стекрет, что это дети. Собственно, кто начнет, откуда, как говорится, идея-то возникла и кто начал развивать? Художники или организаторы? Художники. Давайте, Елена Николаевна. Ну, вообще, проект, он уже очень большой, на самом деле, потому что первоначально у нас выставка существует, да, она сначала появилась. И на фоне выставки уже начал развиваться пленэр. Пленэр выбрали в одном из самых живописных мест, это в селе Винновка, с условием, что будут художники посещать и знакомиться с Самарской лукой, с нашими окрестностями красивыми. Ну, поскольку место было такое, монастырь, конечно, безусловно, хотелось к этому еще и прибавить какие-то мастер-классы. Ну, вот, поскольку присоединились дети на мастер-классы, это было просто святое дело. А вообще, конечно, проект был более чем крупный. У нас участников 21 художник. Вот. И приехали они из разных городов российских. У нас участники Крымские, Ялта, Феодосия, Керчь, Симферополь, Севастополь. У нас московские художники, у нас участники Пенза, Самарская область, Самара. То есть такой уже всероссийский масштаб. Да, большой, большой масштаб очень. А детишек сколько набралось в итоге? Детей приехало 20 человек. 21? 21? Ну, значит, по человеку как раз. К каждому художнику кто-то был так вот привязан, как куратор, получается. Ну, дети, наверное, больше вот рассыпались по художникам. Тем более, что некоторые художники, они же имеют свойство далеко уходить. Вот, поэтому они на территории монастыря рассеялись так. Кто-то ближе, кто-то дальше. Поэтому дети комбинировались, да. Кому что было интересно. Анжелика Катерина, Викторовна, ну как вот детский апархиальный центр присоединился к этому? Как так случилось? Как узнали об этом? Почему решили принять участие? Ну, я думаю, что батюшка сейчас больше скажет, потому что по благословению митрополита Самарского и Сызранского Владыки Сергия. И, конечно же, низкий поклон нашему батюшке, директору нашего некоммерческого фонда, детский апархиальный образовательный центр, отец Вадим. Это его идея и идея Светланы Ивановны Полдомасовой. Батюшка, расскажите лучше вы. Я скажу так, что как бы получилось, мне тоже кажется, спартанно, конечно же, нет. Потому что, узнав и плодотворно сотрудничая с фондом «Радость», директор именно Светланы Ивановны Полдомасовны, когда она проговорила, что вот такой у них будет такой проект, такая у них будет интересная программа, конечно же, через призму всех дел нашего центра просто увидел то, что это необходимо и важно, чтобы наши дети прикоснулись к высокому, чтобы они прикоснулись к духовно-нравственному. Во-первых, это на монастыре. Место какое-то. Да, да, место. Место на Волге. И как сейчас многие уже говорят о том, что это не просто монастырь на Волге, это у нас Волжский Афон. А этого дорогого стоит, потому что наш центр в себя вмещает 26 подразделений, филиалов, на 30 юридическим адресам. И, соответственно, как уже говорили, что и художники, очень много, такой масштабный проект, потому что художники были отовсюду. И наши дети были отовсюду, со всех окраин нашей Самарской земли. Там и Сызрани даже приезжали. Из Кошки, из Сызрани, из Самары самой, из Жигулевска, из Тольятти. То есть это было очень интересно, и мне бы хотелось, чтобы наши дети именно получили не просто мастер-класс, а посмотрели вообще на великих, больших людей, потому что для наших ребятишек это дорогого стоит. Они начинают жить, они делают первые шаги. И самое главное, что наши филиалы, мы не школы целенаправленного какого-то направления. У нас все объемлющие, у нас есть те девочки, которые сегодня на каком-то уроке держат кисточку в руках, а после этого она идет на занятия по рукопашному бою. Такие есть. Даже и такие есть, да, у нас. И то, что они, конечно же, когда они увидят вот этих людей, есть стремление к совершенству, потому что грани совершенства, они безграничны. Господь создал человека по своему образу подобию, но те силы, которые человек вкладывает для того, чтобы достичь эти таланты, этого дорогого стоит. А тут как раз можно посмотреть, они тоже были уже такими девочками-мальчиками. А сейчас дошли-то до каких высот? Скажите, каково работать с детьми на таком замечательном месте, так сказать, на открытом пространстве, делиться практически опытом, вот кисть в кисть? Ну, сейчас это был такой необычный эксперимент. Для них это практически счастье. Действительно, в это место они попали. То есть, Волга, пейзажи необычайной красоты. Огромное количество художников, действующих. Ну, это они посмотрели, как маслом пишут. Они прониклись. Да, они писали гуаши, но смотрели, как мы маслом пишем, и многие тоже помогали участвовать. И отец Вадим тоже нас прикоснул. Да, тоже держали кисточку. Да, 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 мы одну работу сделали совместную. Как здорово. Ну, вот у нас, да, есть видеофрагменты, видеоряд, как вы, собственно, приехали, как это все было действительно живописно, красиво. Тут, мне кажется, не вдохновиться невозможно. Ну, вот смотрите, да, красота какая. Еще погода какая. И в этот день, да, получилось так. Мы предполагаем, Господь располагает и знает, может, все-таки это дети. Господь нас порадовал вот то, что мы увидели. Потому что красота красок, тогда, когда это пасмурт, это одно, а когда это все в цвете, это очень красиво, конечно же. Притом, мы столкнулись с тем, что я первый раз, например, брал вот такой мольберт в руки, раскладной. Ну, как и вы, ощущения. Ну, как у ребенка. Как у ребенка. Порадовались. А вот если художников спросить, вообще, вот взрослые, понятно, подглядывали за детьми, да? Как бы многие брали кисточки в руки. Дети действительно с интересом как-то во все это погружались? Не было такого, что вот кто-то там переживал, что мне неинтересно, мне понравилось? Таких вообще не было детей. Они, мне кажется, с таким восторгом все пробовали. Во-первых, многие работали первый раз на треноках. Многие вообще первый раз работали в принципе на пленере. И многие в первый раз услышали слово пленер. Как и многие, может быть, наши зрители еще даже не знают, что такое пленера. Это вот как раз-таки работа художника. Они осваивали пространство даже вокруг. Они смотрели, у нас девочка одна вот покрасилась полностью краской бато, потому что рядом стояла, потому что у нее очень своеобразный этюдник там с кистями, с боковыми. Вот для них это тоже новое было. У них вообще море впечатлений, конечно, новое. Вообще, в принципе, работать, когда они всегда рисуют там за партой, да, в школе, и работать на воздухе, это вообще другая история. Тем более, когда рядом стоит еще профессионал, и они за ними тянулись. Вот если вы обратите внимание, некоторые работы, которые они сделали, вот с кем они рядом стояли, носят отпечаток рядом мастера. Здорово. А на самом деле, вот если, как бы, говорить о таких мероприятиях, как часто вот так вот вы куда-нибудь собираетесь, к какому-нибудь такому движению художников примыкаете, или музыкантов, или артистов? Вот как так вот находите в себе силы? Ну, я могу сказать, что это у нас впервые. У нас впервые такой проект. И я еще раз повторюсь, низкий поклон нашему отцу Вадиму, Светлане Ивановне Плодомасовой, которые это все придумали и подхватили вот идею, которой проникся наш батюшка. И для детей мы сейчас раскроем секрет. Давайте, мы видим секреты в нашем эфире. Что же задумали? Мы хотим продолжить работу с художниками, с нашими, с тем, с кем познакомились. Вот с Еленой, с Ланой Ивановной мы еще им не озвучили, поэтому это для нас, и для них это большой такой секрет. Так, 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 так. Но вот та самая форма, которая вот здесь была выбрана, вы знаете, она действительно нужна. Нашим детям нужен мастер с большой буквы, нашим детям нужны профессионалы, которые будут ненавязчиво им показывать то, то искусство, которое должно быть на самом деле. Вот почему я сказала 21? 21, у нас был маленький Кирюша, да, пятилетний совершенно ребенок. Ну, мы его взяли просто вот как воспитатель в воскресной школе, да, вообще вот просто посмотрите, а как, насколько вот малыш подхватит идею вот этого пленера. Кирилл там создавал все, что возможно, на своем альбоме, кистями, красками, акварельными, причем он гуашь даже не брал. А потом вот наш любимец, любимец наших всех детей Бато подвел Кирилла к этюднику, к холсту, дал ему набор красок масляных, картоночки маленькие, как мы называем это. Черный квадрат есть Малевич, а у нас есть шесть квадратиков Кирилла. И буквально прям Кирилл там разбросал все краски по этим квадратикам, и на этих потом вот квадратиках нам художники преподнесли мастер-класс для наших детей и рассказали, оказывается, Кирилл настолько точно подобрал цветовую гамму. То есть для нас это было еще одно открытие, что вот встреча с такими мастерами, с такими профессионалами, она нужна. И нужна как можно чаще. Поэтому мы сейчас готовим проект на продолжение работы с такими вот... Творческой деятельностью, и взрослых, и детей. То есть, возможно, даже какой-то будет зимний племянный. Продолжение, да. Да. На тех же местах или что-то другое будет. Я думаю, когда будем планировать, будем смотреть и все-таки подыскивать и нашим детям, показать и нашу губернию, показать и наши храмы, показать наши святые места, потому что этого очень много. Даже вот недавно проходило торжество Матери Божьей, избавительница Азбетов, в селе Ташлет, под Тольятти. Там тоже живописные места, там тоже очень красиво. Может быть, туда еще съездим. Вот еще можно добавить? Конечно. Интересно, что вот Елена сказала, что вот у них был 21 художник. Ну, может быть, сам Господь все вот настолько направил, да, все так вразумил. Вот просто смотрите, связь какая интересная. 21 профессионал, у нас получился Кирилл, 21 участник. Среди художников был художник из Керчана была, глухонимая, да? Из Керчана девочка, да. В нашем тоже, среди наших детей, был ребенок с ограниченными возможностями. Знак. Батюшка уже сказал, со всей округи, со всей России, даже из ближнего зарубежья, наши дети тоже приехали со всей области. То есть... Столько падений. И еще плюс ко всему солнечный день, отличная погода. Я думаю, что вот нам быть теперь вместе, плыть в одной лодке. Ну, вот ты хотела, может быть, спросить у художников наших, Елена, но вот вы познакомились со многими впервые, да, многих увидели. Техника, которую вы рисуете, это у всех разное. Было ли такое, что, может быть, вы чему-то сами-то научились даже на этом пленэре? Нет, дело в том, что вообще вот сама идея этого проекта, она возникла давно. Вот мы Кирилла видим. Еще в прошлом году на пленэре в Севастополе я познакомилась там с 12 художниками. И, собственно, вот выставка должна была быть, я планировала только выставку из 12 человек. И у нас, как всегда, у нас же много везде препонов, где сделать выставку, куда ее привезти. И художник, все были согласны на самом деле. И у меня, ну, долго не получалось куда-то этот проект реализовать на какой-то площадке, пока не появилась вот Светлана Ивановна Полдамасова. Ей вообще все понравилось. В результате, в процессе... Да, первое, вообще все не случайно у нас. Все не случайно, да. В процессе переговоров она говорит, да, идея отличная, но, наверное, надо больше человек. И дальше вот так все это расширилось. Потому что, конечно, художников-то много. И я познакомилась только с несколькими, на самом деле, художниками. У меня вот Бато, к нам, слава тебе, Бог, приехал все-таки, несмотря на то, что он там и на поезд опоздал. С кем-то я познакомилась, это вот буквально вот три человека. А всех остальных я знала, и мне как раз и отбор-то был такой. У нас много было желающих. У нас получилось, многим мы художникам отказали. Вот. Такое, чтобы были представлены разные живописные школы. Вот тема одна, крымская, она объединяет. А вот живописные школы, они разные. Такая, такая, такая. Но все работают на этой территории. И поэтому вот такой вот получился нестандартный формат, очень красивая выставка вышла. И все, кто на нее приходит, они говорят, что какое-то очень светлое ощущение от нее остается. Ну, это же самое главное, наверное. Да. Все-таки фонд такой замечательный, который нам помог это все сделать. Вот. Тем более, на такой чудесной просто территории. С такими людьми познакомил нас вообще. Батон, расскажите о своих каких-то впечатлениях, ощущениях. В первый раз ли вы работаете с детьми именно? Не, ну, я вот часто на пленэрах бываю. Ну, и мы очень много, то есть, детишек, то есть, там, мы встречаемся с детишками и работаем. То есть, это, видимо, как правило получается. То есть, мы работали в Севастополе, там художественная школа высыпала, там, человек 8-9. Потом в Сарове то же самое. И вот это вот как традиция. В Самаре побольше, то уж детей-то. Здесь, да, здесь уже классически. То есть, 21 человек, то есть, я думал, 60, там, 100, 100 детишек приедет. Они немножко готовились к другому, но увидели то, что увидели, и самое главное, они в этом поучаствовали. Потому что, конечно, очень было интересно тогда, когда, как уже вот говорили, стоял художник, заднюю стоял, мэтр спереди, сзади стоял ученик. И очень было интересно, что вот кто к кому подвязался, в принципе, в такой манере они и работали. Нашли друг друга. Да, нашли друг друга. Даже не то, что это копируют работу, но, по крайней мере, когда я видел, человек встает, берет кисть в руки, и несколькими очертами, несколькими движениями уже появляется остов, от которого можно уже двигаться дальше. Это, конечно, очень красиво. Я даже сам не ожидал. А куда все эти картины, написанные профессиональными художниками, пойдут, денутся? Дети, наверное, себе оставили, да, свои работы? Ну, вообще, конечно, мы попытались сделать какой-то... Конкурс, конкурс. Конкурс, да. Ну, невозможно выбрать работы, которые сделаны вообще от чистого сердца всеми. Там, тем более, разный возраст был. Вот, поэтому эти все работы, которые сделали у нас на мастер-классе дети, и часть наших пленерных работ, они будут выставлены еще на фоне нашей же выставки. Прямо на территории Алабина, да, дополнительно. Вот. Ну, и, естественно, я думаю, что там будет видно не только влияние художников на детей, но, вообще-то, вот, как правильно Бато сказал, говорит, мы у них учимся. Влияние детей на художников. Влияние детей на художников тоже очень сильное. Самое, что интересно, я вот немножко сейчас еще добавлю, потому что вот Батогарь человек 60, 100 у нас на самом деле, у нас из-за нашего филиала Ягодное дети приехали на экскурсию. То есть, освещение, куратор учебного филиала нашего, который, вот, повторюсь, находится в селе Ягодное, он решил как бы совместить. Пока дети наших заявлено, у них было два участника от их филиала, пока дети рисуют, все остальные там будут ходить вот по экскурсии, виновки, потому что, ну, это удивительно действительно место, и многие филиалы учебные, повторюсь, они, экскурсию начинают именно вот со знакомства с нашей виновкой. Так я могу сказать, что дети бросили экскурсию, и все присоединились к нашим художникам. Ну, это завораживает, конечно, в любом случае. То есть, они настолько увлеклись вот этим всем, и, ну, это тоже говорит о чем-то, о том, что ребенку все-таки искусство – это вещь великая. Все ли детки, вот давайте мы еще посмотрим видеоряд, все ли детки профессионально занимаются вот в каких-то художественных школах, или многие для себя вообще впервые открыли какие-то художественные свои способности? Я, знаете, вам расскажу один сейчас случай. У нас есть такой Тихон, это филиал Сызранский, у нас был единственный мальчишка, но я не читаю сейчас Кирилла, у нас остальные все были девчонки, ну, и потом вот с Ягодного Максим к нам еще подсоединился, присоединился. Так вот у нас Тихон Тихонов, филиал Сызранский учебный. К нему подошел художник из Севастополя, спрашивал, значит, его про работы, давно ли он занимается школой, и он говорит, сколько ты лет учишься уже в живописи, значит, Тихон, а тот говорит, да вы что, я уже три года хожу в кружок иконопись. Он говорит, да, и ты считаешь это много? Конечно, иконопись, три года, он говорит, я 17 лет учусь, еще 40 работ, для меня это мало, он говорит, поэтому я сегодня должен создать шедевр. Ну, вот ответ наших детей, то есть наши дети, которые вот принимали участие там, это кружок были, иконопись, это посещение наших студий рисования, ну, и плюс ко всему, мы еще от каждого филиала просили детей, если нету круга художественного направления, значит, мы брали, допустим, декоративно-прикладное творчество, где тоже обязательно нужны навыки рисования, то есть у нас такие тоже были дети. То есть дети, те, которые целенаправленно занимаются в детских школах искусств, именно как художники, у нас не было? Нет, нет, у нас таких не было. Кстати, вот, да, по-моему, девушка из Керчи. Да, 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 как зовут ее? Анастасия Калюшина. Она не слышит. Да, она не слышит. Но, как дети... Тем не менее, творчеством ей это не мешает заниматься. Но, как дети сказали, что она очень хорошо их понимала глазами. Ну, она говорит, в общем, понятно, говорит. Ему надо взять противоположный цвет. Мастер-класс для взрослых? Нет, это вот я скажу так, что я первый раз, когда его видел, Александр, вот он поставил полотно, что-то как-то так вот как-то сбрызнул. И картина получилась. Вот, вот, прям. Что-то, ну, надо у наших детей, наверное, как-то это, что-то выглядеть-то получше. А потом... И он ушел. И вот он ходил-ходил, видать, у него что-то там назрело. И таким небольшим движением, в таком движении, то есть он поставил, раз-раз, раз-раз. И на мои глаза встали появляться картины. Довольно-таки очень красиво-красиво. Вот так вот. Буквально из нескольких подходов, да, 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 и картины. Я хотела спросить у наших гостей, художников. Вы у нас не Самарский Бату? Откуда вы, из Москвы? Из Москвы, я так, сам из Забайкалия, из-под Читы. Из солнечного Забайкалия. Из солнечного? Да, наверное, так и есть. В воле судьбы оказался в Москве. Расписывали, я помогал руководителю своему, Евгению Николаевичу Максимову, в росписи Храма Христа Спасителя. Ну, и так постепенно и остался. Ну, я так понимаю, вы дальше тоже куда-то в свой творческий путь направляете после Самары? Пока не знаю. Вот художники. Свободные художники. Свободные художники. Елена, а вы из Самары? Я из Самарской. Самарская. И вокруг себя пытаетесь вот собрать, я так понимаю, лучших из лучших со всей России? Да. Это удается человеку это сделать. Удается, удается. Это самое главное, наверное. Ну что, я предлагаю как раз-таки посмотреть сейчас сюжет из Крыма с любовью и потом вернуться в студию уже познакомиться с юными художниками. Они поделятся с нами своими впечатлениями, расскажут, что интересного они запомнили, заметили, может быть, чему научились. Ну и, конечно же, покажем работы, которые мы для вас приготовили. Не переключайтесь. Яркий, красочный, завораживающий, одинаково прекрасный и днем, и ночью. И под дождем, и под палящим солнцем Крым, каким его видят художники. Каждое полотно в Самару прибыло действительно с любовью. Здесь и виды городов, и нетронутая человеком природа. Знаменитые курорты и заповедные уголки Великой Тавриды. Тарханкут интересен тем, что контраст светлого и темного. Очень чистая вода. Художник Роман Третьяков пишет родной Крым уже 20 лет. Говорит, вдохновение дарят местные горы, поля и море. Здесь даже название невероятно живописно. Интересное название поселков, например, «Золотое». Я задавал себе вопрос, почему оно золотое, пока не начал его писать. Оно настолько золотое, когда эти поля выжжены, и на плоне моря эта трава кажется золотой. Я хожу по выставке и ощущаю счастье. Мне кажется, это такое событие, такое явление для нашего города, когда столько сильных, замечательных художников вместе собрались. Работа потрясающая, светлая, теплая. Художников, которые представят свои работы на выставке, собирали как бриллианты. Здесь более 20 авторов со всей страны, свыше 200 полотен. По две картины живописцы передали в дар благотворительным фондам. Их продадут на аукционе. Деньги, в прошлом году выручка составила 5 миллионов рублей, направят детям, которым необходима помощь. Выставка из Крыма с любовью ждет посетителей в музее Алабина до 3 ноября. А пока самарцы наслаждаются крымскими пейзажами, художники соберутся на пленэр в Винновке. Ну что, у вас еще есть время посетить выставку до 3 ноября. Так что дерзайте, друзья. Если вы только что об этом узнали, обязательно сходите, посетите, посмотрите, берите друзей, детей и взрослых. Тем более, что тут вот такие интересные подробности выясняются. Что, я так понимаю, картины, о которых мы говорили в первой части, картины художников, так или иначе украсит выставку дополнительно. Ну а мы по-прежнему разговариваем о творческом пленэре, который состоялся в Винновке, куда съехались удивительные художники со всей России и из Крыма в том числе. И они учили чему-то детей, как выяснилось, дети учили чему-то их. И все это благодаря, конечно, тем людям, кто остался неравнодушен к данному мероприятию. Это, конечно, благотворительный фонд «Радость», некоммерческий фонд «Детский епархиальный образовательный центр». С нами здесь по-прежнему директор этого фонда, протерея Вадима Подолько и Анжелика Викторовна Наумова, замдиректора. И к нам присоединились художники с большой буквы, воспитанницы детских епархиальных центров Ангелина Гусева. Ангелина, здравствуй. И Варвара Свирина. Варвара, здравствуй. Здравствуй. Ну что, давайте, наверное, мы сейчас выясним, точнее мы уже выяснили, пока вы смотрели сюжет, что у нас Ангелина, как нам сказал отец Вадим, занимается всеми делами сразу, очень полезными и приятными. Ангелина, как так случилось, что ты и рисуешь, и занимаешься такими единоборствами, если я не ошибаюсь? Ну, рисование преподают очень интересно и... Ну, тебе нравится? Да. А как так случилось? Вот ты поняла, что ты рисуешь сама хорошо или тебе кто-то подсказал? Ну, я просто решила попробовать, походить. Если понравится, то дальше продолжать. Ну, как... Кроме художки, ты ходишь еще куда? Ну, на самооборону. Так. Хожу первый год, и там тоже интересно. Учатся всякие кувырки делать. Конечно, интересно. А кроме самообороны еще что-то есть, чем ты увлекаешься? Ну. Я не удивлюсь, кстати, если ты, может, еще поешь, танцуешь. Нет. То есть мне не все сразу. Не все сразу, но... Самоборона. Варвара, да, у тебя любовь... И молодежинка у дружины, это почти то же самое. Понятно. Варвара, у тебя любовь к художественному искусству как давно началась? Ну, в трех лет. То есть ты рисуешь достаточно давно уже. И кто тебя отвел в художественную школу? Ага. То есть она в тебя разглядела талант? Да. Понятно. Расскажи немножко, что ты больше всего любишь рисовать? Я люблю пейзажи, натюрморты. Так. И видишь себя в будущем великим художником? Да. А может быть художником-костюмером? Нет. Просто художником? Ты будешь продолжать учиться? Да. Так. У тебя тоже самооборона, что ли, как Анис? Нет. Зачем еще занимаешься? Бассейном, умелыми ручками и вязанием. С ума сойти. Откуда у них время так все хватает? Ну, здорово. Ну, собственно, давайте, может быть, мы посмотрим на ваши работы, что вы нарисовали. Давайте посмотрим, наверное, чью первую работу хочется. Кто узнает свою картину, я думаю, тот про нее и расскажет. Так. Варвара. Я нарисовала храм. Мне очень понравилось. Я смотрела, как все цвета смешивала. Вот Варвара немножко, пока она сейчас ориентируется, она работала с художницей Джемма. Угу. Джемма сама по себе очень была интересная, да, Варвара? Да. Может быть, ты сама про нее немножко расскажешь. Она сама яркая, очень такая интересная, экстравагантная. Это девушка с розовыми волосами? Да. Да, 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 да. Ну, ее видели уже на видео. Она тебе понравилась чем? Вот этот свой экспресс? Ну, то, что она очень красиво рисует. У нее мазки красивые. Вот, тебе говорят о мазках. Выдающиеся. Вы же сказали, художница с большой буквы. Конечно. А вы как-то, не знаю, наладили какой-то контакт. Будете переписывать, как-то общаться в интернете. Нет? Не обменялись контактами? Ну, а вот что тебе Джемма сказала, ну, в конце, так скажем, по ее работе? Ну, то, что у меня есть свой стиль, у меня все хорошо. Вот так вот. Свой стиль у человека. Это здорово. Ну, вот, пожалуйста, свой стиль. Она сейчас, эта картина где у тебя? Ну, пока тут лежит, а будет висеть в... Музее Лабина. Музее Лабина. На выставке? Музее Лабина. Кроме шуток, потому что вот наши художники проговорили, я еще раз говорю, по благословению батюшки, все так произошло, потому что нам озадачили... Все как-то хорошо идет. Светлана Ивановна нам сказала, ну, вот, давайте мы определимся, да и мы с батюшкой проговорили. Три-четыре работы, вот, самых лучших таких, самых ярких. Когда мы вот Лену, Бато, Джему, то есть все художники, кто работал с нашими детьми, мы выставили эти работы, попросили художников оценить, выбрать три-четыре работы, потом мы понимаем, что там пять. Пять, шесть, семь, у нас картина все накладывается. Ну, потому что, конечно, художник говорил, конечно, во-первых, о цвете, там, объемности, ну, какие-то определенные художники. Какие он тут оказывается. Да, художник говорит, мне вот это нравится, мне вот это. И так получилось, там, и все картины, они где стояли, откуда мы выбирали, они все стали выбираться именно на выставку. И тогда уже приняли уже такое решение, что все, больше что-нибудь выбирать не будем, берем все. И они нам дали, как бы, добро на это. Здорово. Ангелина, давай посмотрим твою работу. Как вот в общей сложности художественным вот этим вот образованием у тебя год получается, да, ты занимаешься? Нет, я хочу первый год. Чуть больше. Первый год хочешь. Ну, расскажи, вот ты художник, ты так видишь, как говорят сейчас в современном мире. Кто был с тобой, кто с кем-то работал? Ну, его звали Алексей. Фамилию забыла. Откуда Алексей был? Он из Пензы. Из Пензы. Пензенский художник. Да. Помог тебе чем-то? Да, он помогал делать эскиз и вообще просто раскрашивать, тени делать. Ну, для тебя самое сложное вот в рисовании что, например, именно вот, допустим, было? Ну, раз помогал тени делать, разобралась немножко с тенями? Ну, не совсем, но уже имею понятие в этом. Хорошо. Как примерно делать. Что он тебе сказал хорошего, может быть? Ну, что очень хорошо получилось для первого раза. Вот такой вообще рисунок, как бы пейзаж. Я рисовала первый раз гуашью на холсте. То, что мы об этом говорили, то всегда рисуют на альбоме и красками. А здесь немножко все по-другому, да еще на мольберсе. Все по-взрослому. Еще плюс ко всему, вот батюшка про нее как раз тоже говорил, что Ангелина у нас скопировала Алексея. То есть они стояли, причем Ангелина это такой хитрый у нас ребенок получился, потому что Алексей вообще стоял в сторонке. Там очень было скопление, у него много художников. Там Бату был, Лена, там Джема стояла. А Ангелинка, она схватила этюдник, подбежала к Алексею, встали прямо они Алексея. Получилось чуть подальше Ангелинка впереди него. И она полностью скопировала его картину, которую вот Алексей рисовал. Ну, конечно, взгляд-то был по-детски. Но две картины, но все одинаковые. А я вот, кстати, не сказала бы, что, например, у меня какая-то такая мысль, что это ребенок рисовал. Я бы вот не сказала, честно. Ну и вот в завершение, да, хочется смотреть то, как бы, где вы были. Я так понимаю, не замерзли. Нет, погода была чудесная. Была погода чудесная. Во-первых, было солнышко. Чаек. Да. И чаек получился. А потом еще получилось так, что мы еще и пообедали очень хорошо. Самая вкусная еда для вас какая была, дети? Сардель. Ну, мне, конечно, на свежем воздухе-то рисовать, конечно. Тут аппетитно гуляешь. Вот, кстати, Джема, да? Да, да, да. Это она уже вторую работу создавала. Вот я говорю, там, вот видите, мы уже уезжали, погода стала так немножко уже пасмурной. Ну, нас не смутил этот холод, потому что все в ожидании были, кто займет первое место, кто получит килограмм сарделек. То есть это был главный приз? Да нет, мы смеялись с детьми, просто они спрашивали. Вот это вот тоже какая интересная работа. Это ягодная. Здорово. Это наш филиал ягодная. Но, на самом деле, я так понимаю, с детишками еще родители тоже, да, приезжали? Ну, были, да, некоторые. Были родители, а были руководители сами, потому что мы просили, не дай бог, ребенок забоится там. Я тут у нас молодой как раз художник самый. Сейчас был альбомчик, он альбомчик, но краску рисовал. То есть практически при делах все? Были все, да. Все были при делах. Вам еще экскурсию потом провели, да, какую-то? Мы не успели уже по времени, потому что разъезжаться, да. Вот как раз сейчас мы выбираем работу, то есть стали называть критерии, по которым рассуждали. Все серьезные такие. Да, да, да. А все это же переживают. Вот стали брать, вот видите. Вот как раз филиал ягодная. Берем, берем это и началось. А почему на земле они у нас лежат? Не, а просто чтобы видно было всем. Чтобы видно было стоячие. А это просто стали отбирать. И каждый художник стал говорить о тех критериях, по которым понравилась работа. Вот наш самый маленький художник, то есть он написал с одно место, но увидел ракурсы многого. Молодец, заслужил. Понятно, ну то есть сейчас, если как бы говорить о том, все-таки где эти работы можно увидеть, еще раз для всех тех неравнодушных, кто может быть, хотел бы прийти посмотреть, где это можно сделать. Музей Алабина. И там еще будет для наших маленьких художников еще один большой секрет. Который опять по благословению батюшки. И опять-таки благодаря Славу Ивановне Полдамасову и всех художников. То есть там еще один будет приятный, конечно, будет приятный. Мало того, что они увидят свои работы там рядом с профессионалом, но еще будет один маленький такой небольшой сюрприз. Девочки, ну поделитесь впечатлениями. Варвара, давай начнем с тебя. Ну что больше всего запомнилось? Ну, мне понравилось, как нам показывали, как художники рисуют, как они наводят краски, как они мазки всякие делают, как сразу начинают кисточкой рисовать, даже без карандаша, как масляными красками рисуют. Как все так вот, да? Да. Все сложно и серьезно. Ангелина, у тебя какие эмоции, воспоминания? Ну, вообще мастер-класс художников, как они все это рисуют, красота этого места и вообще сами как изображали, пытались повторить из-за художниками. Молодец. То есть получается, все равно так или иначе память отсылает туда. Так закрываешь глаза и видишь, да, наверное, эти пейзажи. Вот вернуться бы туда, рисовало бы, наверное, что-нибудь по-другому. Каждая, наверное, из вас думала об этом. Будет такая возможность, я думаю, девчонки и мальчишки. Я думаю, с помощью, конечно, с буссами нашей владыки, я думаю, ведь это мы не оставим, будем так же дальше двигаться. И дай Бог, чтобы через несколько лет мы сидели уже в этой студии, усюденные все, сидели наши юные дарования уже в лице метров. И мы говорили уже о тех подрастающих детях, которые идут по тому пути, по которому прошли они уже сами. Ну, это очень хорошо. Вот еще один момент, я не знаю, почему наши воспитанницы молчат немножко, но вот пока мы ехали, да, конечно, пока мы ехали, их всех, конечно, покорил еще автограф Бато, правильно я говорю? Потому что мы каждому участнику подарили от Некоммерческого фонда сертификат, именно вот с фотографией Виновки, чтобы это было на память. Что такое сертификат, понимаете, на нем нельзя ни рисовать, ни писать. Наши дети, они побежали ко всем художникам, чтобы автографы... И каждый делал автограф. Да, каждый художник ставил автограф на этом. Но Бато их всех убил, но убил по-хорошему, потому что, как они потом говорили, а, мне Бато поставил радугу и точку, а другая говорила, а у меня радуга и четыре точки. Оказывается, это автограф вот такой художника. Как здорово. Но мне кажется, если всех тех, кто принимал участие в этом пленэре, так или иначе, мы не поместили бы в студию, они нас сейчас смотрят, я думаю, тоже мысленно как бы радуются. И благодаря всех тех, кто принимал в этом участие и хотят еще, я уверена, что они хотят, и вы в том числе, взрослые, я думаю, что вы этому поспособствуете. Ну, а мы с большим удовольствием в дальнейшем также будем рассказывать о том, что интересного у вас проходит, проходило или будет проходить. Спасибо вам большое за то, что пришли. Вам, дорогие друзья, хорошего настроения, ярких красок в вашей жизни. Ведь их так порой не хватает, такую погоду. Попробуйте порисовать, почему бы нет. Вдруг у вас что-то получится, вдруг вы станете тем самым великим художником. Ну и приносите, приходите на эфир. Вдруг что-нибудь интересное действительно у вас есть. Спасибо большое. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!